Добрый вечер Добрый вечер Я считаю, что, конечно, был такой день один. Я проснулся и думал, что я уже лишился навсегда репертуара. Было это 19 августа, если вообще понятно, о чем я говорю. Я думал, что я уже никогда больше не выйду на сцену, что с сатирой покончено навсегда. Это был день путча. Причем, я вам должен сказать, когда мне назвали фамилии путчующих, мне так показалось, что они отбирались по одному признаку. У всех, кого я высмеивал поименно лет пять. Потом прошло три дня, все вроде изменилось в лучшую сторону, но я подумал, что я во второй раз за три дня лишился репертуара, потому что не стало партийных структур. Даже жалко как-то. Мы столько лет их высмеивали, их теперь нет, казалось бы, что теперь делать. Но прошло всего дней десять. И впечатления хлынули с такой новой силой. По одной простой причине. Да, структур нет, но мы остались теми же. Мы не изменились. Мы все равно смешно смотримся со стороны. И если раньше мы смеялись над структурами, теперь, по-моему, пришло время смеяться над собой. Мы все равно, ну, у нас тот же хромосомный набор. У нас та же больная генетика, наследственность. И вот я недавно еду, например, по Москве, чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров. Еду по улице в прошлом Дзержинке, ныне Лубянке. Язык не поворачивается, ее Лубянкой называть теперь. Стоит этот постамент, оставшийся от Дзержинского, на котором было написано в первые дни после хунты, такие надписи были «Хунтихана», там, допустим, да? Тоже очень важно это написать было. Но сейчас стерли эти надписи и появились новые надписи. И вот я недавно совсем ехал, по всей окружности вокруг постамента написано огромными буквами «Прости, Феликс, что мы тебя не уберегли». Сумасшедший народ. Началась переписка на постаменте Дзержинского. Я говорю, государство, победившее разум. И мне все равно, демократ он или коммунист. Меня интересует этот человек, который это сделал. Вот кто он? У меня нет на это времени. Я должен работать, писать, выступать. Ну, кто вот этот лоботряс, который принес лестницу? Краски, кисти. Залез на лестницу. Написал две буквы. Слез с лестницы. Переставил лестницу. Залез на лестницу. Еще две буквы написал. Слез с лестницы. Переставил лестницу. Залез. Еще часа два он так провел. Минимум. Судя, так сказать, по этой монументальной надписи. Мне это напоминает, как... И ушел, наверное, с чувством выполненного государственного долга. Мне это напоминает, как раньше зайдешь в кафе молодежное, в туалет, а там обязательно надпись «Мы из МГУ». Или «Мы из МГПИ». Причем на потолке обязательно. Хотя, когда я туда захожу, мне совершенно все равно, откуда они. Страна лоботрясов может этим заниматься только. Еще один пример в подтверждении моей мысли о том, что мы все равно остаемся теми же, независимо ни от каких структур. Вот путь случился 19-го числа. Хунта. Хотя у меня язык не поворачивается. Вот это все хунтой называть. Какая это хунта? Пиночет — это хунта. А то, что у нас — это пародия на хунту. Мы такая страна, мы даже порядочные хунты создать не можем. Ну какая это хунта? Вы посудите. Объявили чрезвычайное положение и напились. От радости, что их по телевизору показали. Это не хунта. Это комсомольские работники. Они так привыкли. Они что объявят — и в баню. У них это уже инстинкт. Рефлексы такие у них просто. Тоже мне хунта ввели войска, сказали стоять на месте. Ружья дали, пуль не дали. Они поехали арестовывать Горбачева, чтобы уговорить его по-хорошему. Комсомол. Хуже оскорбления придумать невозможно. Ведь вы вдумайтесь в такую фразу. Они приехали арестовывать Ельцина через 20 минут после того, как он обычно уходит на работу. Тоже мне хунтеры. Это хунтята, а не хунтеры. Хотя я вам должен признаться, я предсказал эту ситуацию где-то за два месяца до путча. Меня спросили как-то из зала. Вы не боитесь, что вас задавят грузовиком когда-нибудь? Я говорю, нет, не боюсь. У них или бензин вовремя не найдется, или грузовик по дороге развалится. Или накладные не на того выпишут в результате, не на того наедут. Все, точно как я и предсказал, так и произошло. Ну, теперь, конечно, легко над этим смеяться. В то время, 19 августа, у меня сердечко ёкнуло немножко. Я еще этой ситуации не понимал. И я поехал к Белому дому. Потому что где-то за два месяца до путча я тут пошутил по телевизору про этих хунтят наших. Обозвал Лукьянова поэтом публично. Он сам нарвался на это. А про Павлова сказанул такое, что у самого потом мурашки по коже побежали, когда я увидел себя на экране, говорящим эту шутку. Я говорю, я раньше не знал, где находится закрома родины, а недавно увидел щеки Павлова. Да, я говорю, я понял, где находится закрома родины. Это, говорю, даже не закрома, это закромищи. Туда еще 70 лет насыпать можно. Было бы чего. Но я считаю, сколько раз этот молодой человек пройдет мимо. Вот просто интересно. Про себя считаю. Значит, а тогда 19-го числа, в общем, было не до смеха, действительно. И я поехал к Белому дому. Сейчас поймете, почему я об этом случае рассказываю. Я еще раз хочу подтвердить собственную мысль о том, что мы все равно остаемся прежними. И вот рано утром, раннее утро, 19-е число, Москва, народ с такими взъерушными лицами, прическами, просто течет к Белому дому, взбудораженный. Ко мне подбегает какой-то человек, говорит, Михаил Николаевич, я вас узнал, давайте с вами перережем московский кабель. Вообще, первые, по-моему, кто приехали к Белому дому, сумасшедшие, я вам должен сказать. Я говорю, какой кабель? Он говорит, лишим хунту электричества. Я знаю, где кабель пролегает. У меня ножницы есть, мы с вами, значит. Я говорю, у меня ножниц нет. Разговор двух сумасшедших такой у нас светский. Мы идем по улице вместе с толпой. И вдруг, поперек всей этой толпы, навстречу, вернее, нам, идут две женщины. Знаете, так тихо, спокойно несут в кошелках обои. Несут обои. Страну пучат. Они тихо несут обои мирно. И этот человек, который мне говорит, давайте с вами перережем кабель, вдруг поворачивается и совершенно так спокойно спрашивает, простите, вы где обои брали? И я понял, этот народ непобедим. С этим человеком ничего нельзя сделать. Если он одновременно думает, как лишить хунту электричества и где достать обои, с ним никто ничего никогда не сделает. На следующий день я окончательно утвердился в своем мнении, что путь провалится. Через пару дней, когда я увидел наши русские баррикады. Русские, я не оговорился. Я видел в Прибалтике баррикады. Знаете, какая разница? В Прибалтике были такие аккуратненькие баррикады такие. Такий дизайнер делал эти баррикады такие. Там цветочки стояли на баррикадах. А наши в Москве по-русски навезли кучу мусора. Помойки, гнилье стащили со всей Москвы. И я понял, танки не пройдут. Я оказался прав. Они даже атаковать не стали. Они поняли, что они завязнут просто в этом гнилье.